итак всем привет любители путешествий мы начинаем вау выпуск и мы едем уже на машине в крыму есть мы с фиолет ничем не хуже чем в греции ничуть не хуже чем там в испании вот мне самому сейчас прям вот аж очень интересно вау вау это нереально красота то какая лепота ну что всем привет всем доброе утро а мы сейчас с вами направимся в балаклаву наконец и на мыс фиолет вот вчера как раз хотел туда доехать но не доехала сейчас виды стиратки здесь я живу это 7 из такой номерок здесь такие виды открываются на море а так тихий тихий тихая деревня на самом деле так и можно характеризовать конечно после ялты здесь тишь да гладь ведь тоже окружают вокруг горы горы там чуть правее петри номерок выглядит таким образом стоит он 1300 рублей я строгала совсем 1500 хотели прикольный на самом деле он маленький правда ну не меньше чем предыдущие здесь есть все в принципе и кондиционер если нужен и холодильник и телевизор и шкафчики и туалета в принципе нормально как по проблем проблем нет говорится все такое свеженькая нормальная адекватная а главное здесь вид прикольный красивый и кстати можно кушать виноград здесь смотрите растет виноград и его можно прям вместо завтрака смотрите хопа хопа и вместо завтрака считайте завтрак включен вот но мы с вами что давайте собираемся путь не близкий ехать где-то больше часом предстоит вот такие здесь вот узенькие улочки но это как бы сейчас широко это я вот были вчерашняя развилка это конечно пипец было в такие кусты залез не на никто там не ездит заехал в этот тупик завел туда мэп сми как выезжать я не знаю задом сдают там капец такие по миллиметражу вот как выезжать офигеть просто есть вы здесь кстати вот разменут проблем тоже машина если на встречу едет то вот фиг куда приткнешься нужно задом сдавать но это не так страшно как вчера было я лучше задом сдам куда-нибудь чем как вчера крутился просто миллиметраж адский здесь даже не видно кто-то поедет вот здесь вчера тоже стрел вот такие горки и прикиньте здесь вот пешком ходить кто наверху живет и без машины чесать чесать но вниз то как бы не проблема а это море еще ого-го-го-го сколько отсюда вот здесь за горой кошка проезжаем красивые виды уже второй день так ездить здесь 0 и 3 уже красиво прям живописная такая долина где здесь нету кипарисов вот вот это мне тоже нравится красивый зелень просто зелено по-европейски зелена не по совкой и по совковому зеленый какой-то вот тот район который возле ялты прям не знают а понасажали этих кипарисов мне нравится меня здесь сосенки просто деревья просто зелено красиво нет ассоциации с овощком а вообще машину я брал в компании my rent a car они занимаются арендой машин по 7 странам и на самом деле у них одни из самых выгодных цен ну то что я вот искал и фишка в том что они предоставляют услуги по крыму ни один мировой прокатчик не представляет услуг по крыму вот собственно сам езжу и имеет все все нормально фишка в том что у них самые низкие цены за счет того что они работают непосредственно с прокатчиками конкретной стране так что контору я могу вам рекомендовать ссылочка на my rent a car в описании бонус до конца ноября если вы переходите по этой ссылочке в 500 рублей при аренде машины от трех дней так что переходим по ссылочке в описании пользуемся сервис проверенный как всегда рекомендую ну вот подъезжаем уже к мысу фиолент виде написано смотровая площадочка дорога здесь убитая вот как раз то что я вам охваливал дорогу ну блин она километр всего лишь идет и как раз ехали мы составного шоссе вот здесь конечно ямки на ямках ну ничего такого страшного как бы и нет ну вон вон виднеется уже наконец утес там находится этот мыс фиолент который мне рекомендовали еще когда я был в греции по моему дать мог где когда я был да чё такое там ты бомбисимо говоришь у нас есть крым в крыму есть мыс фиолет ничем не хуже чем греции ничуть не хуже чем там в испании вот мне самому сейчас прям вот аж очень интересно посмотреть что из себя представляет этот мыс ну что друзья вы готовы увидеть самый лучший мыс в крыму самой красивейшей с лазурной водичкой давайте давайте я вас подготавливаю раз два три и мы смотрим на самый самый красивый цвет воды в крыму блин на фотках конечно выглядело все немного немного иначе я конечно питая надежду что где-нибудь сам к 12 может быть как цвет воды изменится но не вода-то прозрачная но она нифига не лазурная видно что она он чистая все отлично но но где здесь лазурность простите меня кто-то сравнивал там с грецией давайте я сейчас кстати сделаю вставочку из виндоса например и вы скажете похожи или не похожи по цвету вода ну вот он внизу пляж линдоса с этой стороны чего-то как-то легал с утра получше было да смотрите песок поднялся какой-то он не кристально чистая та часть а вот это прям офигенная до водичка прозрачная лодочки как будто в поряд в воздухе очень красиво мне кажется вообще совершенно другого цвета все-таки это реально вот отсюда черное море черное прозрачное море даже не синие не голубое и и я уж вообще молчу не лазурные не бирюзовые так что я ожидал большего ну не знаю тут народ ходит восхищается все вот это виды вот это космос он ребята видите практически к краю обрыва подогнали а это так приорожи до до приора подогнали заниженную приору и вообще говорят бомбись ему но увы и ах я не могу сказать что это бомбись ему да неплохо красиво но нету цвета воды ну все пишите как вам такой мыс не знаю народ приходит и вау вау это нереально пишите может я четко ну я наверно каждый зажравшийся персонаж много чего я видел но для меня вау это немножко другое например кота у этого вау там как на юань вот на кота у этого у до сих пор хотя я несколько раз был пипи это вау ладно в общем много чем можно восторгаться ну не знаю в рамках российских курортов наверное это круто вау вы смотрите кого я нашел здесь а кто это у нас здесь ползает такой богомол или дает богомол ребят смотрите а я тем временем нашел другой и point с другой стороны сейчас мы туда сходим посмотрим а вы пока полюбуйтесь таким богомольчиком вам передает он привет давай помаши лапкой ну-ка лапка лапкой давай помаши печеном не так уставился прыгнуть хочешь нет и вася что так агрессивно смотришь смотрите а друг или подруга я не знаю не слезает уже отошли с ней с ним здесь с другой стороны открывается тоже живописные виды кстати я стою похоже на каком-то бункере военным во время второй мировой видимо судя по всему это dot сейчас мы спустимся посмотрим как он выглядит хочет камеру залезть ты хочешь на камеру залезть ну-ка давай давай попробуй об привет подписчики давай лапкой помаши помаши привет подписчики ну да видите военный написано 1941 1945 ну вот а с этой стороны гораздо гораздо уже более интересно на самом деле потому что солнце свистите сзади нас и цвет воды уже гораздо гораздо прикольней вот здесь вот здесь уже круто да вот здесь уже бирюзовый лазурный цвет но здесь кстати обрыва такого нет как с той стороны так что имейте ввиду что есть две смотровые площадки не уезжайте с первой а переходить сразу вот на вторую там где-то царский пляж находится не знает царский там или тот царский пляж а вокруг ну вокруг не очень так красиво вот с той стороны более красивая как раз гористая такая местность а здесь более крутая сконцентрированная именно пляж смотрите здесь можно спуститься по тропинке пожалуйста и купайтесь в этой водичке только никого здесь нет почему-то все купаются там дальше но там тоже вам вон дорожка есть и туда можно спуститься слушать а может быть это и сделаю до спуститься и покупаться я вот в такой водичке хочу покупаться ну что ребят вот и настал момент когда я могу сказать что есть бомбисимо в крыму бомбисимо мыс фиолет бомбисимо цвет водички офигисимо реально он мы сейчас вами стояли на том мысе как раз мыс фиолет и сейчас идем с вами купаться в этой прозрачнейшей нереально красивой водички наконец в крыму есть есть места где очень красиво ну реально грецию греется испанию больше греции наверно напоминает эти на яхтах туда заплыть вообще красотища ребят пишите а то я с той стороны стоял весь был в разочаровании а вот сюда подошел и прям прям распирает очень круто и красиво чайка привет на в шлепках сюда лучше наверно не идти потому что здесь такие камни валуны даже в кроссовках не очень комфортно идти окружают такие скалы а с левой стороны такие красивейшие виды примера белая скала ну прям греция прям санторини а знаете на этом на ну рядом с бали есть остров ну сапинида и вот этот вот эта скала очень похожа на на сапиниду ну как бы вниз спускаешься обрыв ну там конечно в масштабах это гораздо гораздо больше там динозавр такой здесь конечно это уменьшенная копия но все равно бомбически это все выглядит супер 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 гуд вот сюда реально ребят рекомендую приезжать за пляжным отдыхом нафиг там ялту чё там делать то вот где все пляжи вот они какие-то мне на 7 из завтра все-таки я искупаюсь и не посмотрю что там плотность приближается к пляжам судака плюхнуться даже не знаю но уверен что здесь гораздо круче иди смотрите нет этих не тополей не кипарисов ничего и здесь вот создается впечатление что находишься за границей где-то как будто в греции белые скалы вот эти утесы вот это да вот это круто нет совка нет ощущения совка реально из-за деревьев этих так но мы с вами что пошли изучать эту водичку так пляж галичный сразу говорю тем кто любит песчаный конечно здесь будет больновато заходить крупная галька есть булыжники оп 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 я вижу медуза даже плавает живая она или уже мертвая я не знаю помочь мертвая когда у нее нет никаких окончаний вон вдали видите на каяке плавают вон каяк стоит в общем а главный плюс этого места что здесь видите бухточка такая и волн вообще нет в отличие от других я кстати сегодня поговорил с ребятами они в новом среде зимового света приехали вчера еще там были говорят там до сих пор волны гуляют так что если волны уезжайте сюда да кстати нового давайте порассуждаем по поводу того какой курорт лучше приехать все таки меня вот постоянно сейчас в инстаграме спрашивает ну что что крым лучше чем турция крым лучше чем турция или нет могу сказать так если дешево вы сюда прилетаете то отличный вариант сейчас шоу 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 как раз пословно женщины обсуждали за сколько они приехали за 5 тысяч туда обратно а судя по всему победой наверное потому что сказали только ручная кладь не было и если недорого то сюда конечно лучше за 5 тысяч вы не слетаете в турцию вот если вы рассматриваете уже китом более высокие бюджеты на перелетом 12 15 тысяч это дорого я считаю для крыма за перелет то есть вы еще и за проживание заплатите наверное за такие деньги имеет смысл съездить все таки там или в турцию или в грецию если есть виза или в испанию вот а если недорого получается приезжайте отдыхайте кайфуйте мест очень много видите крым он очень разный он от равнины до всяких холмов скал короче он очень разнообразный в плане природы круто то есть вы проехали там 100 километров у вас уже совсем другие ландшафты совсем другие пейзажи так далее вот были буквально не знаю там 50 километров реально вот 50 километров семи из и вот до севастополя доезжаешь здесь балаклава и мыс фиолент вот этот совсем уже другие виды и совсем другие впечатления так ну что не накупался я и насмотрелся мыс фиолент зачет что могу сказать классно приезжайте сюда на автобусе все не доедете поэтому еще раз повторюсь машинка рулит мопед кстати ну не знаю на скутере вряд ли до сюда тяжело будет далековато ехать вы устанете хотя там 60 километров примерно от семьи за но на байке тяжеловато да поэтому машинку опять повторяюсь my renta car ссылочка на контору в описании по промоку под переходя по этой ссылочке вы получаете 500 рублей бонусом при заказе автомобиля от трех дней так что рекомендую и у вас будет возможность посмотреть на такие шикарные выйдей вася кстати относительно качество дороги да отличная вдвой побережье идет вполне вполне сколько я уже езжу хорошая дорога без всяких ям уехать можно нормально большего шеста точно уехать можно нормально больше шеста точно все вот мы и заезжаем фарос опять встречают нас кипарисы блин ну все мы с вами запарковались я нашел такой кармашек здесь принципе одно единственное место было свободно вообще конечно проблема с парковками здесь вон есть знак парковки платный да не знаю что говоря как здесь платить через какие терминалы или еще что вообще если здесь ходит тут чуть собирать деньги вообще какие-то космические суммы стоит парковка на 300 рублей как москве но не час правда горит сколько хочешь только стой типа ну обычно это возле туристических тарика возле подъема на и петре 300 рублей но люди туда приезжают где-то на 3-4 часа но не знаю такое в общем выходим из машинки а машинку давайте я же машинку-то даже и не показывал можно такая серебряная стрела просто болит формула-1 слушайте а здесь тоже весь я даже припарковался никакого знака было про платную парковку платная парковку вот оказывается там сидит мужик а с ним тетка бодается покажи документы где здесь платная парковка и так далее в общем наверное если бы не тетка то камни тоже бы пристал надеюсь что все нормально будет он меня так косо посмотрел ну посмотрим ладно в общем с парковками я знаю здесь очень неприятные какие-то моменты а пар кстати прикольный вот здесь вот пахнет хвои в отличие например там ну где мы под ялтой были да там хвойного запаха не было здесь прям клевый парк здесь мне нравится здесь вот воздух крутой потому что под ялтой что-то мне казалось что там какие-то оздоровительные пансионаты чистый воздух вот здесь вот крутой воздух вот здесь огонь если я его чувствую сейчас слышу такой разговор девчонки идут надо сесть покушать там где мы не будем блевать дальше чем видим это вот прям в точку хорошее замечание по поводу еды в крыму не в крыму блин вот в ялте на витя здесь тоже походу какие-то проблемы в общем девчонки столкнулись с такой же проблемой какой у меня но это ел блин шаурму все теперь боюсь вообще где-либо что то есть очень страшно такой здесь смотрите стоит моднейший отель и я удивился сейчас спрашиваю мужчина стоит как пройти к пляжу он иностранец оказывается иностранцы отдыхают в крыму кстати когда ехали в автобусе на и петре там тоже были китайцы я обалдел из крым посещают иностранцы все-таки я думал что это много кстати реально и по набережной ялты я шел тоже шли там англичане явно с таким акцентом разговаривали итальянцы по ходу были здесь то есть я думаю что из-за границы сюда вообще никто не приезжает а по факту иностранцы есть слушайте обустроить вообще сервис наладить чуть-чуть подлатать инфраструктуру не будет офигенный вообще курорт ну остается чтобы крым признали во всем мире как входящий в определенную страну субъект да и тогда наверняка сюда и иностранцы будут ездить но реально они ездят даже сейчас когда наверняка въезд сюда запрещенный и здесь действительно прикольно и круто и когда я говорил с местными большинство за то чтобы крым присоединили к россии они за то я уже там рассказывал историю что все-таки есть даже проблема не в том что там при украине было плохо они против украины или еще что-то украина не занималась крымом и проблемами крыма здесь были проблемы с тем что были конфликты с крымскими татарами которые уже при въезде в крым вешали плакаты добро пожаловать в крымскую татарскую автономную республику что-то такое то есть ну если бы не рогник россии присоединилась то здесь сепаратисты какие-то были и она бы отделилась сама по себе от украины уже вероятнее всего и то есть они благодарят что российские войска сюда зашли и здесь не было резни никакой поэтому ну вот как бы такая история которым не рассказывали мест так ну а тут форосе получается есть небольшая набережная такая общественная с этой части люди все лежат потому что здесь есть гарну галичный такой пляж здесь какие-то булыжники ну не знаю массовая такая но несмотря на то что здесь совсем крохотный такой фрагмент пляжа людей не так уж и много ну то есть где прилечь в отличие от того же там судака например в общем здесь место достаточно в принципе чё форос мне нравится прикольный но я бы сказал что все-таки новый свет покруче будет здесь конечно фишка в воздухе потому что здесь кучу зеленых хвойных деревьев каких-то но новый свет как-то покруче все-таки покруче я понял что не хватает этому пляжу это наличие каких-то гор вокруг да то есть город и есть они они вон за теми деревьями вон торчит макушка но это я уже отошел на самый край пирса а так то как бы вот в зеленушке вы просто купаетесь я люблю когда все-таки видно горы поэтому этот пляж как бы норм учитывая что а учитывая что здесь шторм вообще под ялтой и вообще в крыму целую неделю это наверное все таки идеальный пляж не придираться сейчас бы грех потому что здесь купаться можно друг на других пляжах купаться нельзя пускай там хоть и виды на горы есть а вот они по поводу цен да вот это какая-то кафешке зашел глянул сколько там стоит блюдо в среднем стоит 400 500 рублей не хухры-мухры на самом деле ну какая такая мажорная видите кафе веранда называется с видом у вид клевый но при этом в новом свете даже дешевле были цены кстати если говорить про цены в крыму то не знаю тут пишет что здесь очень дорого я честно говоря удивлен таким фразам что здесь очень дорого ну ялта да она дорогая она практически как на ценник в москве наверно если сесть там где-нибудь поближе к пляжу то да там блюдо 500 600 рублей от 400 грубо говоря но если там сравнивать судак например новый свет там блюдо есть и по 250 рублей а если вы в столовку зайдете то уж там я и молчу не знаю там какие отбивные стоят по 80 90 рублей 100 рублей но общем там поесть можно комплексом 200 250 рублей я думаю нормально я в столовках не очень-то люблю питаться они питался вы знаете я питаюсь шаурмой нашу конечно но вот я съел шаурму блины отравился в этой ялте друзья спасибо за просмотр и не забывайте оставлять комментарии под видео а также ставить лайки это действительно важно для развития канала а если вы еще не подписаны не забывайте это сделать ведь на канале вы сможете найти множество полезных и увлекательных видео по большому числу интересных стран переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь до следующего выпуска